Шик-радио Поэтому позвольте, дорогие наши девушки, наши половинки любимые, поздравить вас с этим праздником, пожелать всего самого прекрасного, чудесного, позитива в жизни, быть любимыми всегда, любить всегда, в общем, чтобы вас оберегали мы, мужчины, потому что мы, мужчины, без вас никуда и никак, вот что хотел сказать. Ну а мы без вас и без ваших песен никуда и никак, особенно если учесть то, что у вас, по-моему, уже выходит вот сейчас буквально новый альбом, правильно? Мы уже слышали сегодня об этом, но, честно говоря, мы еще не совсем готовы выпустить прям новый альбом. Мы начали его записывать. Скоро выйдет первый хит с этого альбома. Будет снят клип скоро, но сам альбом, я думаю, мы постараемся, может быть, где-то к осени. Ну а у нас есть на подходе еще один трек «Мама», который войдет в этот альбом обязательно, посвящен, в принципе, в общем, женщинам, нашим дорогим, любимым, естественно, всем мамам, которые являются ими, которые будут являться, естественно. Каким образом происходит этот творческий процесс? Здесь дело в том, как раз у нас нет такого, да, лидерства, вот как группа где-то, может быть, бывает, да, кто-то впереди, кто-то чуть сзади. В этом мы отличаемся, то, что у нас все по-честному, мы все пишем песни, и это очень плюс большой для нас. Если какие-то есть идеи, мы созваниваемся, встречаемся, смотрим, пишем, проверяем, в общем, работаем. И в этом есть так называемый кайф в нашей группе. Мы вообще очень разные все, то есть, и тем не менее, мы вместе собрались, и мы сами иногда удивляемся, что из этого получается, да. Ну вот, если взять четыре разных человека, абсолютно, четыре разных характера, можно получить вот нечто подобное нам. Да, такие четыре разных национальности тоже, да, ведь представители разных национальностей, и при этом такая русская группа. Да, очень было так смешно, до сих пор вспоминаю, когда мы приехали на Евровидение в 2002 году представлять Россию. И говорят, группа прайм-министер, please welcome. И мы выходим, и на нас смотрят, вы что, с Россией? Это было правда. Посмотрели на Пита, на меня, на Марата, на всех так, вы что, правда, с Россией? Мы спокойно на русском, конечно, мы представляем Россию. Ух ты, ничего себе, а мы думали, откуда со всех стран понаехали. Это было смешно. Приятно, потому что Россия, в общем, такая многонациональная страна, извините, такая многонациональная страна, и доказывает вашим вот явлениям, как коллективам, еще раз вот эту вот дружбу между народами. Это банально, наверное, звучит, но это действительно так. Все правильно, именно так и есть, да. А еще дружба между мужчинами и женщинами, особенно в такой день. Я вот обратно возвращаюсь к 8 марта. Ведь у вас очень много поклонниц, не только поклонников, но и поклонниц. Не, ну, конечно, у нас поклонниц, на самом деле, много, и что самое приятное, они разных возрастов. На самом деле, то есть мы знаем то, что вот мы нравимся девушкам 15 лет, даже девочкам маленьким, и взрослым женщинам, которым за 60 лет. Вы такая не бойс-банда для 14-летних подростков, в принципе. Мы росли, наверное, уже, да. Это бойс-банда, но сегодня нам уже и лет, в общем-то, мы уже далеко не бойс, мы уже мены такие, так что вместе с нами растет и наша публика. Но, тем не менее, новое поколение тоже подтягивается периодически, что очень приятно, конечно. Дорогие наши женщины, поздравляем вас, желаем счастья и любви в этот час. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...